Вот вы, я вижу, бескорыстно любите деньги. Какая сумма вам нравится? Пять тысяч. Остап Бендер был культовым героем советских времён, образом эпохи. Казалось бы, советская идеология сделала всё, чтобы внушить гражданам. В стране, провозгласившей равенство, быть богатым нехорошо. Но кто и когда не мечтал жить лучше? И обаятельный товарищ Бендер внёс в себе подспудную мечту читателей романов Ильфа и Петрова. А мечтал он страстно. Получить миллион и уехать в Рио-де-Жанейро. Вопросы чистой совести его мало интересовали. Ему нужно было найти обладателя этого самого миллиона, и абсолютно всё равно, как этот миллион был заработан. Главное, чтобы он был. Однако задача разыскать миллионера среди советских граждан была непростой. Миллионеры в СССР ничем себя не выдавали. Потому что заработать этот самый миллион можно было, лишь нарушив или как-то обойдя советские законы. Первое в мире социалистическое государство жёстко ограничивало права граждан на хорошо обеспеченную жизнь. Все должны быть равны. Причём желательно не равно богатые, а равно бедны. И из-за попытки вырваться из этого круга равных, тюрьма и лагерь были ещё не самым страшным наказанием. Можно было поплатиться в прямом смысле слова кровью. Но, несмотря на всё, богатые и даже очень богатые люди в Советском Союзе были. По крайней мере, раз в месяц, всё моё детство, в субботу приезжала чёрная Волга с оленем и бахромой. Это было естественно. Эта Волга отъезжал бы и майбах, но это было небезопасно и взять его было негде. Значит, и я отправлялся с шофёром в трёхэтажный особняк в армянскую часть города, на Хичеване. Детство известного телеведущего Дмитрия Деброва прошло в Ростове. В Нахичеване у него жили двое дядей. Люди с подпольным бизнесом и миллионными заработками. В их доме было всё, о чём простой советский человек имел представление лишь из фильмов про красивую западную жизнь. От заветной жвачки до произведений высокого искусства. Я купил себе «Жигули», я купил себе, наконец, мечту моей режиссёрской жизни. Это кожаный пиджак и джинсы. Одел жену, поменял коммунальную комнату на отдельную однокомнатную квартиру. Андрей Ананов – сегодня самый знаменитый российский ювелир. 40 лет назад начинал с частных заказов. Работа с драгметаллом была валютной операцией. А на этот случай существовала статья страшная, номер 88, называющаяся нарушением правил валютных операций. Золото, бриллианты и все драгоценные металлы считались валютой. Я помню 3000 рублей, которые я привёз родителям. И мои родители, папа, который отработал всю жизнь на производстве, мама, они даже напугались, сказали, что такого не должно быть. Электор Зубрев, депутат Государственной Думы, выпускник Красноярского политехнического института. В прошлом строитель, так называемый «шабашник». Заработанные им всего за одно лето 3000 рублей, это 25 среднемесячных зарплат советского служащего. Это однокомнатная кооперативная квартира или три самых крутых советских автомобиля «Волга». Все эти люди родом из СССР. Все они в те годы жили много богаче подавляющего большинства советских людей. У всех у них заработок носил криминальный характер. Или, точнее, существующие законы делали их отнюдь не просто дающиеся доходы криминальными. А это Николай Павленко, личность по-своему легендарная. Возглавляемая в 40-е годы военно-строительная часть УВР была на самом деле фиктивной. Трудно себе даже представить, как при сталинском режиме всех СМЕРШах и НКВД такое было возможно. Более 10 лет рабочие Николай Павленко строили дороги по подложным документам, не зная об этом. Павленко присвоил себе прибыль, которая должна была стать государственной на 30 миллионов рублей. За эти деньги в то время можно было построить небольшой районный центр. История подпольных миллионеров в нашей стране началась с приходом к власти большевиков. Экспроприация экспроприаторов, то есть, по сути, ограбление новой властью разжиревших капиталистов и дворян, послужило народу лишь отчасти. Во-первых, уже в те незапамятные времена люди умели утаивать и прятать. Во-вторых, сами новоиспеченные экспроприаторы далеко не всегда были чисты на руку. С лозунгом «грабь награбленная» и чрезвычайным мандатом сами экспроприаторы повели себя, как обыкновенные мародеры, присваивая крупные состояния. Кто-то потом, во времена быстро промелькнувшего НЭПа, вложил эти состояния в дело, другие надолго запрятали свое богатство в кубышку, на-третьих, нашлись свои остапы-бандеры или представители правопорядка. Мне нужно 500 тысяч. И лучше сразу, а не частями. НЭПа, новая экономическая политика, разрешавшая наряду с государственным частное предпринимательство, быстро кончилась. На смену ей пришла всеобщая коллективизация, новая волна экспроприации, запрет на частную деятельность. А окончательно узаконила все это «Сталинская конституция 1936 года», похоронившая все мечтания и желания тех, кто мог, умел и хотел зарабатывать. С жульем, допустим, надо бороться. Почему он жулик? Человек умеет жить. И мне скажи, на какие заработки заместитель директора трикотажной фабрики отгрохал себе двухэтажный особняк? Семен Васильевич, это его дело. Нет, наша... Мы будем просто-таки нещадно бороться с лицами, живущих на, допустим, нетрудовые доходы. Этот всенародно любимый фильм вышел 30 лет спустя после принятия «Сталинской конституции», когда и автора ее давно на свете не было, да и вообще совсем другие времена стояли на дворе. Но официальное отношение к попытке человека жить лучше оставалось все тем же. Анатолий Попанов изо всех сил пытается сделать своего героя отрицательным. Однако даже у самых законопослушных граждан возникает вопрос, почему нельзя не втихаря, а открыто продать выращенную своим трудом клубнику тому, у кого нет дачного участка? То есть для себя выращивать тоннами, но попробуй продать хоть лукошко, и ты уже частный предприниматель. Была сделана первая в мировой истории попытка социализировать все стороны быта. Михаил Веллер, известный писатель, перепробовал 30 разных профессий, хорошо изучил жизнь разных слоев населения СССР, в том числе подпольных предпринимателей. Никто не смеет торговать, никто не смеет что-то устанавливать сам, никто не имеет права ничего предпринимать. Все решает государство, все распределяет государство, все работают на государство, все получают паек от государства. Строго говоря, слов таких не произносилось, все делаются государственными рабами. Таково было социальное устройство. Земля и ее недра, вода, леса, заводы, фабрики, шахты, транспорт, банки и средства связи являются государственной собственностью, то есть всенародным достоянием. Конституция СССР, статья 6. И так все общее, все якобы принадлежит народу. Однако народ от этого ничего не имеет. Население беднеет. Одни смиряются, другие ищут способ жить лучше. Есть легальные способы, продвижение в карьере, приближение к власти, получение наград, регалий и так далее. Академики, народные артисты, директора заводов живут действительно неплохо. Но есть и иные способы обогащения, требующие, кстати, и таланта и сметки. Находятся люди, кому и миллион по силам. «Асса» – легендарный фильм перестроечного периода. Заснеженный Крым, уходящая эпоха, любовь и, конечно, конфликт. Один из главных героев ленты – подпольный миллионер Крымов, которого играет Станислав Говорухин. Он образован, влиятелен. Он вне закона, однако закон ему не страшен, потому что он богат и уверен, что на свои деньги может купить всех и вся. Выбирайте любую. Зрители принимают героя Говорухина за бандита или вора в законе. И только в конце фильма выясняется, что Крымов не вор и бандит. Он – незаконный бизнесмен, подпольный предприниматель, цеховик. Цеховик – от слова «цех». Собирательное название подпольного производителя различных товаров в СССР. В основном – товаров народного употребления, находившихся в остром дефиците. Обуви, одежды, мебели, продуктов питания и так далее. Цеховики могли незаконно использовать государственные ресурсы или организовывать собственные цеха. На протяжении десятилетий существования советской власти цеховики оставались ее таким же непременным атрибутом, как празднование дней первого мая. Их истребляли, их сажали, за ними охотились одновременно милиции и бандиты, их клеймили в газетах и художественном кино, а они не исчезали и не вымирали, как класс. А кто-то дожил до самой перестройки. Цеховики в СССР появились, можно сказать, вместе с СССР. Борис Уваров в 76-м году назначен старшим следователем по особо важным делам при прокуратуре РСФСР. Ни одно громкое уголовное дело в стране не велось без его участия. Уваров расследовал деятельность грузинских цеховиков и дело Желтиса, по которому были привлечены к уголовной ответственности более 120 подпольных дельцов. Была вывеска, там цех такой-то по производству там того-то, а фактически там было и левое производство. Как тех товаров, которые объявлены, так и, возможно, и других товаров. Дядя Гриша шил обувь. Честно сказать, раньше он пел на сцене Ростовского театра Переды, пока к нему не пришли его родственники. И сказали, так Гриша, долго это будет продолжать пение. Когда ты делом займешься? Иди обувь делай. И он стал делать обувь. Через лет 8 он стал первым по влиятельности Доном Карлеоне, нахичеванского цехового обувного мира. В это время из армии вернулся мой казачий дядя. Казачий дядя Деброва торговал носками у входа в гостиницу. Дело не совсем законное, но вполне себе спокойное и ровное. Второй дядя, узнав об этом, со всей цеховой душой распорядился судьбой брата по-своему. Он говорит, а сколько стоят все твои носки? И говорит, ну сколько? 15 рублей. 73-й, 72-й год. 15 рублей? Да. На тебе 100 рублей. Забирай все твои носки и кидай их в урну. Это очень типичные поступки цеховиков. Они были свободны, они совершали от подобных горьких достоевских поступков. Я хочу сказать, что Рогожин как раз и напоминает ростовского цеховика за 72-й год. Он швыряет эти, это все мне дядя Игорь сказал, швыряет эти носки в урну и пойдем со мной. Бизнес братьев был типичным для цеховиков. Где-то в совхозе существовало вполне легальное производство повседневного трикотажа, на котором работали эффективные 3-4 сотрудника. Именно по ним писались все отчеты. А остальные несколько десятков рабочих таились в неучтенных помещениях и занимались производством неучтенной продукции. Грандиозные красавцы, 20-летние битники белокуры с такими же грандиозными по красоте девчонками в тертых и клешоных джинсах на новейших японских швейных машинах зубки шили джинсы Левайс, Рэнглер, Лирайдер, шили, делали олимпийки, последние новейшие японские трикотажные машины из пряжи делали вот те самые олимпийки, которые потом снабжались утюгом вот так ловкой нашлепкой адидасы отправлялись на рынок сбыта в Ялту, в Сочи, в Москву, где их уже, конечно, фарцовщики продавали, как финские. У каждого советского цеховика была своя история и биография, но их общими родителями были плановая экономика и дефицит. Это здание на охотном ряду сегодня известно всем. Сегодня в нем расположена Государственная Дума Российской Федерации. До 1928 года на этом месте находилась церковь Пороскевы Пятницы. Через 10 лет по проекту архитектор Лангмана здесь возвели здание в характерном имперском стиле. В нем сначала разместился Совет Труда и Обороны, а затем Совет Народных Комиссаров, Совет Министров и, наконец, невероятно мощный государственный аппарат Госплан СССР. Госплан четко регламентировал, что нужно производить и в каких количествах. Он был высшим экспертным органом в экономике и научно-координационным центром. Как говорил Сталин, наши планы есть не планы прогнозы, не планы догадки, а планы директивы, которые обязательны для руководящих органов и которые определяют направление нашего хозяйственного развития в будущем в масштабе всей страны. Потому что советская власть это полностью государственная плановая экономика, которая очень неразворотлива и которая не может дать любому желающему чего угодно по цене, которая на рынке устаканится. Плановое хозяйство привело к тому, что коликчества естественно было важнее качества. Было слово блат и было слово достать. Это значит навести какое-то знакомство, обменять шило на мыло, делать мелкие презенты продавцам и тогда у тебя будет то, что надо. Большая часть населения ела, что продавали и одевалась во что дают. Гороховое пальто на ботине с плюшевыми воротниками, брюки со стрелками, ботинки с 8 дырочками для шнурков, утилитарная бытовая техника. Дефицит становится печальной реальностью советской эпохи. Он, в свою очередь, создает касту тех, подпольных продавцов и производителей. Моя бабушка Анна Эммануиловна и вторая моя бабушка Татьяна Кирилловна Акуневская, они вот таким образом пополняли свои гардеробы, покупая именно у этих женщин, можно сказать, у фарцовщиков середины века. Анна Эммануиловна и Татьяна Кирилловна одна мать модного московского врача-гомеопата, другая знаменитая актриса. Обе бабушки известного музыканта, журналиста и искусствоведа Александра Лепницкого. В 50-е годы эти женщины были среди первых красавиц Москвы. Утонченные светские львицы, элегантно одетые, и это в то время, когда товаров легкой промышленности катастрофически не хватало. Как всегда, в нашей стране выручали связи. В данном случае эта связь имела четкий криминальный оттенок. Отоваривались дамы у подпольных предпринимателей. Были совершенно объективные причины, ведь в Советском Союзе существовало натуральное хозяйство, как в таком каком-то феодальном обществе. 85% бюджета, как известно, шли на военные расходы, а на все остальное 15%. И в эти 15% входило и производство и спичек, и мыло, и автомобилей. Ну, на часы, например, не хватало, на пластинки хорошие не хватало, в первую очередь на женскую одежду девушкам не хватало, духов и того подобного. Поэтому все эти недостающие элементы нормальной жизни конца 20-го века ввозились таким или иным образом из-за рубежа, начиная там от журналов «Плейбой» и заканчивая просто бельем женским. Модные плащи и водолазки, сумки и шарфы, белье и скатерти, удобная и красивая обувь, производство всех популярных у народа товаров цеховики могли в считанные месяцы поставить на поток. Самым главным вопросом в экономике цеховиков было сырье. Достать его легально было невозможно, поэтому в отчетностях завышались цифры, сколько сырья ушло на производство. Легальным образом взять это сырье ты в Советском Союзе не мог. То есть ты не мог прийти на завод по производству искусственной кожи и сказать, я вот предприниматель, отгрузите мне там 20 квадратных метров этого самого искусства. Никто бы тебя не отгрузил, потому что это незаконно, все по плану. Поэтому прежде чем что-то произвести, ты должен был что-то похитить. Раз официальным образом получить сырье для частного производства в СССР было невозможно, так как все распределялось госпланом, то значит надо было придумать схему для того, чтобы его получить. запланировано там произвести там 15 тысяч кофточек. Они производят и значит на каждую кофточку например идет там скажем примерно 500 грамм объемные пряжи. Ну они ухищряются так, что находят возможность делать такое же изделие 400 грамм. Значит на каждом изделии 100 грамм этой пряжи. Эти излишки и шли на производство неучтенной продукции. Непосредственно исполнители, рабочие на фабриках и заводах в большинстве случаев не знали, что их труд используется в корыстных целях. Но так было не всегда. Многие цеховики специально искали самых лучших и опытных специалистов по всей стране и готовы были им платить огромные по тем временам деньги. Дехали скажем в ряд предприятий крупных Харькова, Одессы, Москвы, узнавали кто там опытная вязальщица или трикотажница. Узнавали кто такие. Подходили к ними и говорят вот вы сколько здесь зарабатываете. Вот там я зарабатываю 150 рублей. Мы вам предлагаем работу. Вы будете зарабатывать 500 рублей в месяц. Плюс на всем готовом только будете жить вот у нас скажем где-нибудь в районе Ингушетии находились женщины и девушки которые соглашались с этим и таким образом они рекрутировали как говорится собирали кадры по всему Советскому Союзу. Это отрывки из фильма последняя индульгенция 1985 год Рижская киностудия Вея Артмане в главной роли сюжетная основа цеховой бизнес подпольная партия левой обуви которую пытается сбыть Петр Петрович цеховик и махинатор Обратите внимание что в качестве товара опять дефицитная обувь Обуви в Союзе не хватало А та что была была к сожалению ужасного качества Сбыть партию обуви да тем более с иностранной наклейкой не составляло никакого труда В последней индульгенции на сторону теневого бизнеса предложено встать простой продавщице Она отказывается В реальности возможности обойти или обмануть систему пользовались многие Цеховики умели заинтересовать работников Они не скупились на оплату их труда Нигде кроме как на подпольном производстве простой советский рабочий не мог быть так высоко оценен А левая зарплата была большая Большая зарплата Сейчас Алексей Мусияченко заместитель председателя Совета ветеранов Департамента экономической безопасности МВД В прошлом он расследовал дела цеховиков За время работы ему пришлось самому освоить многие цеховые специальности производства чтобы выводить подпольных предпринимателей на чистую воду По ведомости получала значит там это 120 рублей или сколько она получала там 240 до 300 рублей в то время А что такое 300 рублей в то время? Когда зарплата инженера большого специалиста была 120 рублей Представляете? Туда шли специалисты высшего класса Кадры новое или доработанное оборудование и острый нюх на то что сейчас нужно потребителю вот залог успеха цехового бизнеса Сейчас все мечтают присосаться к государственной кормушке и таким образом разобогатеть Действия советских подпольных предпринимателей более близки к американской модели Их главная цель не украсть у государства а создать успешное и прибыльное производство А для того чтобы его организовать надо знать и тонкости и всякого рода специфику и профессиональные навыки там и так далее Так вот они видя что есть такие скажем товары которые пользуются спросом у населения стали делать нечто подобное Моя продукция не валяется не приносит убытки Аааа Тоже мне борец за справедливость Зайди хотя в обувные магазины гляни чем там торгуют Никто же не берет Полки обваливаются Склады забиты А твои порядочные гонят план получают прогрессивку Вот они где убытки Цеховики особенно скажем первые вот те цеховики которые были у меня например по делу это были люди весьма грамотные весьма скажем так я бы даже сказал по-своему порядочные в том смысле что они что сказали то и делали он и в основном производство они организовывали за счет собственных сбережений то есть те сбережения которые когда-то у них уже были скажем которые они накопили предположим в Грузии пока они там занимались реализацией левой продукцией вот они потом вложили сюда эти деньги потом эти деньги они возмещали путем вот этих хищения так называемой неучтенной продукции однако советская пропаганда внушала и довольно успешно что не может быть другого производства в стране кроме государственного все иное это уже в области преступления поэтому узнай простые жители Нахичевани на какие доходы построены особняки родственников Дмитрия Деброва подпольных производителей трикотажа они бы назвали их ворами однако самому Дмитрию его дяди видятся куда более глубокими персонажами нежели банальные воришки и жулики и это сразу их формировало ну как сказать сразу сразу давало им возможность напоминать всех тех кого мы помним из например Горьковского дела Артамоновых это были люди непостижимые в поступках им был черт не брат они могли не могли поступать сообразно своим представлениям о доблести чести но кстати и конечно же разумеется это самая неподконтрольная река средств которые текла им в карманы конечно же расплющила им становой хребет Ленинград начало 80-х годов в доме Андрея Ананова раздается звонок в дверь впрочем хозяин давно его ждет он готов увидеть на пороге сотрудников правоохранительных органов с ордером в руках Ананов понимал арест и обыск неизбежны я даже приготовил речь без суда где бы я встал и сказал граждане суде я делал красивые вещи я любил эту работу и может быть вы это носили даже и тоже любили речь для суда Андрей Ананов приготовил только потому что прекрасно знал все что он делает незаконно в Советском Союзе за такое судят сажают и даже иногда расстреливают если в этой стране за это сажают в тюрьму а во всем мире эту профессию считают престижной и уважают ну что ж это проблемы не мои проблемы это системы сегодня Андрей Ананов самый знаменитый ювелир России выпускник Ленинградского института театра музыки и кинематографии в 80-е годы сменил профессию легального театрального режиссера на подпольного ювелира-самоучку вместе с учениками делал ювелирные украшения по заказам простых ленинградцев в 1988 году первым в СССР получил право открыть частную фирму по работе с драгоценными металлами однако до перестройки Ананов был цеховиком тем, кто занимается незаконным производством и продажей своей продукции тем, за кем охотятся сотрудники ОБХСС а иногда и КГБ они пришли за бриллиантами и это было 88-е их было немного 5 карат всего на все но это была жесткая статья и вот тут актерское мастерство и профессия режиссера меня спасли потому что это длинная история но я вкратце расскажу я улучшил момент оправдал переход так называемый у нас театр есть такое понятие оправдать переход вот скажем если я просто куда-нибудь пойду туда это будет непонятно но если я увидел что-то на полу и пошел то это оправданный переход так и здесь я сумел найти способ оправдать переход к секретеру где лежали бриллианты и зажах и в кулаке в общем дальше спустил в тарелку борща которую мне жена значит налила при этом мало того я всю жизнь доедал до конца все что было на тарелке всегда так меня с детства научили а тут съев половину я сказал убери и умная жена сообразила что-то нечистое поэтому она не вылила борщ а постоянно на холодильничек и крышечкой прикрыла и когда через три дня я вернулся меня увезли естественно вывезя все мои станки и оборудование там набился целый багажник черной волги когда меня через три дня отпустили то борщ конечно протух но бриллианты не портятся вот так я спас себе в общем свободу Андрей Георгиевич пережил советские и постсоветские времена другим его коллегам по цеховому бизнесу пришлось хуже они много не жили то есть это там очень редко кто доживал до 60 там 70 лет это опасная работа они сидели многие очень они на нервах то есть они все умирали от инфаркта инсульта 1969 год в Азербайджане расстрелян Теймур Ахмедов отец Фархада Ахмедова нынешнего совладельца компании Нордгаз Ахмедов старший руководил соковым заводом и пользовался репутацией крупного цеховика и еще одному крупному бакинскому цеховику Мардану Исмаилову повезло куда больше он умер своей смертью его сын Тельман Исмаилов один из бывших владельцев Черкизона с 14 лет помогал отцу с 18 лет был в доле в честь отца он назвал свой крупнейший отель Мардан Палас Я полагаю что вот именно цеховая деятельность она была все же она была и полезна потому что они не просто воровали там у государства а они это делали организовывали работу в этом направлении да для этого использовались и взятки и и другие так сказать способы и виды противозаконной деятельности но тем не менее они приносили и пользу для дела в этом смысле я их не оправдываю но во всяком случае нахожу что они достойны снисхождения удобной и красивой обуви в Советском Союзе было не купить цеховики буквально охотились за редкой качественной парой если человека в такой обуви замечали на улице за ним устраивалась слежка потом предлагалась двойная или тройная цена в крайнем случае мог примениться даже разбой было за что стараться именно производство обуви приносило цеховикам феноменальную прибыль в 79 году в Саратовской области ОБХСС вскрыл целую сеть обущеков левый товар реализовывался через центральный рынок переодетые в одежду работников рынка и сотрудников ГАИ ОБХССники все фиксировали на фотокамеру в результате они накрыли банду и возбудили 13 уголовных дел не хватало всех товаров не хватало квартир не хватало штанов не хватало продуктов не хватало автомобилей не хватало всего все были похожи друг на друга у нас было очень сложно купить что-то если даже вспомнить и взять в хронику ну вот Москвы например в общем это была достаточно такая ну грустная стертая такая толпа вот если сейчас мы смотрим на людей они все разнообразные они жизнерадостные они разноцветные и уже от этого совершенно другое от настроения то тогда все-таки этого не было у каждого кто жил в СССР с дефицитом связана своя история кто-то покупал товар у родственника кто-то делал его сам а кто-то терпел в очереди я помню что мы стояли в магазине под названием деревянный 4 дня в очереди у нас была большая семья поэтому стоять несколько суток в очереди по очереди было возможно Александр Семченко в свое время получил строительное образование по специальности промышленное и гражданское строительство сегодня он владелец большого бизнеса после 4 дней наконец привезли в магазин эти вот в картонных коробочках конфеты а мама взяла всего где-то 2 или 3 килограмма и у меня было такое разочарование ну думаю надо же мы стояли 4 дня чтобы купить 2 килограмма конфет подушечек это были очень вкусные конфеты я вам скажу следуя выбору отца еще во времена СССР стал протестантом за что и пострадал в 80-е годы правда пострадать ему пришлось совершенно с другой формулировкой Семченко цеховик потому что сидел по цеховой статье вот как было написано в бумагах изготовление и распространение религиозной литературы в больших количествах с целью извлечения прибыли и с применением наемного труда так звучало мое обвинение по которому я получил и отсидел кстати 3 года с 84-го по 87-й а практически это было так я уговорил какого-то сотрудника института отпечатать 300 экземпляров библейских словарей но тот сотрудник естественно использовал институтскую бумагу институтский порошок для ксероксов и нам отпечатал 300 экземпляров по моему заказу отпечатал 300 экземпляров библейского словаря Семченко заплатил за это свои деньги и получил статью за извлечение прибыли парадокс советского периода вышло так что религиозный СМСДА тоже стал подпольным цехом пусть и по удовлетворению духовного дефицита став цеховиком Семченко узнал на зоне много интересного в том числе и от коллег по обвинению определенное число я бы так даже сказал незначительное число советских граждан не устраивало ежемесячной зарплаты работа на производстве государственного типа и они пытались всячески заработать дополнительные деньги кто явно кто нелегально кто дополнительным физическим трудом ну и были изобретатели которые вот отчаивались или от отчаяния или от излишней отваги начинали организовывать какие-то производства в 80-х годах у модниц огромной любовью пользовались красивые набивные павлово-пацатские платки на Кавказе в очхой-мартане для подпольного цеха специально закупили новейшее японское оборудование такое же как на настоящей фабрике в итоге отличить один платок от другого было невозможно довольны были и модницы и конечно цеховики Виктор Зубарев депутат государственной думы о своем прошлом говорит так я принимаю те правила которые и принял те правила которые были в стране я их проанализировал посмотрел выбрал для себя путь и делал шаги осознанные вот просто делал осознанные шаги но почему-то была уверена что я делаю правое дело и со мной ничего не случится и когда оказался в Америке первый раз очень давно мне было интересно как там живут люди как к чему они относятся и почему же мы проиграли холодную войну Константин Куранов один из создателей сайта цеховики на котором собирается информация об экономической деятельности в СССР цель сайта собрать и сохранить максимум информации о том как на самом деле жили цеховики как создавались их состояния и в каком виде они существуют сегодня так вот в Америке оказался тот момент если там есть почтальон но на самом деле он своими способностями и работой доказывает что он должен быть начальником почты все обстоятельства и окружающие люди сделают обязательно то что он будет начальником почты а у нас этого нет не было и нет поэтому есть массу вещей по устройству нашего государства которые всегда будут порождать порождали и будут и сейчас порождать цеховиков потому что наше государство не интересует что происходит с его гражданами у нас всегда есть высокие задачи строительства коммунизма и другие вы сейчас очень грубо выразились и вот даже я бы сказал обидно вот для нас воровать а в нашем деле работать надо да но за счет чего а я вам скажу за счет чего за счет высокого профессионального мастерства раз за счет умения работать без потерь два и за счет постоянной заботы о вкусовых качествах наших товаров три вдохновенная речь в защиту жульничества пристально вглядываясь в героев советского кинематографа понимаешь тема цеховиков и подпольных богачей никогда не была в тени берегись автомобиля операции и кавказской пленнице еще десятки фильмов успешно эксплуатировали это яркое социальное явление и кто знает может быть формально провоцировали спрос на такую деятельность и если уж говорить о кинематографе то константин курамов считает что из экранных образов ближе всех к цеховику Кот Матроскин Шарик по квитанции корову реже дна брай мы ее одну по квитанции сдавать будем одну чтобы не нарушать отчетности ну вот это как раз собственно говоря описание цеховика купить государственное имущество он не мог а пользоваться плодами производства которое производилось на этом оборудовании он мог поэтому корова оставалась государственной а молоко было цеховика а так как у молока всегда есть потребители то и находились люди которые покупали поэтому Кот Матроскин это такой символ цеховика смотрите в следующей серии золото для СССР взять под контроль всех цеховиков легальные цеховики и миллионеры 3000 рублей которые я привез родителям они спят и прочим очень хорошие специалисты шабашики мертвые души на службе у советских рабочих более высокая энергетика больше любознательность криминал против цеховиков сколько стоила спокойная работа цеха и что такое крышевание по-советски записью пыток-пыток цеховиков куда делись цеховики после перестройки и есть ли будущее у российской экономики с цеховым советским прошлым у российской экономики по-. по-. и Редактор субтитров А.Семкин